Быть может, говорю зазря, вкус без сомнения дикарий, Рецепты от Донцовой Дарьи, настолько мне до фонаря. Еще осмелюсь я сказать, быть не стремясь оригиналом, Что курит Пугачева Алла, мне откровенно наплевать. Живу в предчувствии беды, вне нашей сказочной культуры, От Ксении Собчак культуры мне откровенно все равно. Марионеток всем известных чувств, для меня цветастый пир И тапки мужа Бритни Спирс. Мне пофиг, я скажу вам честно, я слушаю дыхание волн И капель тающих интим, и ветра, не проходите мимо, Озвучьте мой одинокий чел. Мне интересен шум дождя, вала горного удара И звук настроенной гитары, что плачет за собой ведя, Где пульс отчаянно дрожит, где настоящая свобода. Мне нравится живая жизнь, а не белье из подуродов. Ну что, товарищи мужчины и наши прекрасные женщины, Первым делом мы хотим всех вас поздравить с Днем Защитника Отечества, Который называется сейчас по-новому, А по-старому с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Два коротких, третий длинный, ура, три, четыре. Ура! 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 Мы измеряли это время Скупым количеством ПК И срок задач стучался в теме И нам с тобой давал пинка Не позволяя запылиться Уменью отыскать ответ И не давая усомниться В конечной цели торжестве У Министерства обороны Есть очень славная игра По краю проводить закона А иногда и через край Но в срок свою достичь задачу Стуча цилиндрами сердец Так жизни створы обозначил Не залетел и молодец Не залетел День защитника Отечества Хлопаем День красивых громких песен Где с неведомою силою Мы красивые и легкие День защитника Отечества Будь ты зятем, будь ты тестем Скажут сладко наши девушки Поздравляем, мужики И кандагарские примочки Можно ли хлопать? И все приколы введено Камчатские скупые строчки И тюратамское кино И Прохоровки от кромешные И Сталинградский красный лед Судьбы твои простые вешки Кто не служил, тот не поймет Мои тревожные рассветы И в форме повседневной жизни Я буду вечно помнить это И вечно этим дорожить Покуда не засохли волны И наша вертится земля Давай, Костян, с тобой по полной За 23 февраля Давай-ка, брат, с тобой по полной За 23 февраля День защитника Отечества День красивых громких песен Здесь с неведомою силою Мы солидные и легкие День защитника Отечества Будь ты взятим Будь ты тестим Скажет громко наша Олечка Поздравляем, мужики! Ну Вторая песня Наша смысловая вторая песня Я хочу спеть посвящается Еще одному главному событию У нас несколько главных событий Дорогие друзья Я считаю, что главные события Это не то, что происходит сейчас Не 50-летие ООО И ЧП и так далее А это вот Я считаю, что главное событие Наши этого года Это, конечно, 70-летие битвы под Сталинградом Когда впервые за всю историю Второй мировой войны Противникам немецко-фашистского вермахта Удалось провести крупную операцию Которая закончилась разгромом большой группировки Еще одно событие Это 100-летие Александра Ивановича Покрышкина Совершенно фантастического человека Вот нам показывают по телевизору Разных шварценейдеров Ван Дамов и прочих людей А это вот человек Который из семи рабочих в Новосибирске Учился сначала в ПТО ФЗУ он учился На технику Его не взяли летчиком И он так вот умел это все делать В конце концов Что когда они летели с троем На выполнении боевой задачи И встречались с троем немецких самолетов Он валил ведущего То есть, понимаете, вот немцы, да? Великая нация У которых самый большой летчик За время Великой Отечественной войны Вы знаете, да? Сбил 362 самолета Так вот Александр Иванович Покрышкин Валил вот таких вот Которые и летели впереди Вот И за официально По официальной статистике Он бил всего То ли 59, то ли 62 самолета Но то время было совсем другое Он просто своим ведомым Отдавал сбитый самолет Потому что им надо было Получать ордена Получать звание Ну там нормальная Обычная человеческая жизнь Вот То есть, они не гонялись за чифрами Они гонялись за победой А у немцев было все наоборот То есть, когда вот этого Немецкого летчика арестовали Взяли в плен Его восемь раз сбивали Вот Его стали допрашивать И он с гордостью заявил Следователю нашему В звании старшего лейтенанта Что он сбил 362 самолета Из которых 340 были советские Он думал, что его за это похвалят Скажут, что он герой И так далее Его посадили в зону Выпустили в 1953 году Он еще потом командовал В Германии самолетами Летал на реактивных самолетах И так далее Вот То есть, все по-разному Ну а сейчас я хочу спеть Песню посвященную Я хотел сейчас вспомнить Еще одно событие Это битва под Сталинградом Это конечно Чем больше читаешь Тем больше понимаешь Что во-первых Написано очень мало На самом деле Про это По-настоящему историю Мы только сейчас Начинаем проходить Свою собственную Потому что вот Афганская война Она лучше освещена Чем Великой Отечественной На самом деле Потому что живые люди Которые там участвовали Они что-то помнят Они нормально могут написать А что было Великой Отечественной Там Кошмар и темный лес Вот Я вспомнил Я долго пытался Что-то написать Про Сталинград А потом вспомнил Что все рядом лежит У меня в школе Где я учился Под Симферополем Был учитель труда Его звали Николай Михайлович Зимарин Он никогда не носил колодки И вообще никогда Не праздновал праздники Вот эти 23 февраля 9 мая И как-то вот он напился По какому-то поводу По семейному И он нам все рассказал Он оказывается Во время Великой Отечественной войны Служил старшиной роты Которая была в Сталинграде И каждую ночь Через Волгу К нему переправляли роту В роте было 220 человек примерно Рота день воевала День воевала Световой И вечером приходили Те кто остались живы 15-20 человек Вот И вот Дальше у Михайловича Началась Такая мужская истерика То есть он там Не плакал Не орал Он просто злился Стучал кулаком по плакатам Порвал два плаката На мелкие клочки Где было что-то написано Такое патриотическое Потом затих Успокоился И больше Прецедивов Не было И вот для меня Сталинградская битва В которой Участвовали Огромное количество людей Около 2 миллионов человек Участвовало С обеих сторон Вот И Для меня Сталинградская битва Это вот прежде всего Вот этот живой Учитель труда Николай Михайлович Зимарин А Михайлович не спорил со мною Он из водки Выцеживал хлеб Я, ребята, служил старшиною В Сталинграде В железном котле Там с утра Пополнение в ротеля Двести двадцать Вот и вся эта эрота карьера Что пришла из-за Волги вчера А потом длинным матом Кулаком по плакатам Где все эти солдаты Мне кричал старшина Я их вечером синим Встречу черных и сиплых Два десятка от силы Вот такая война Там ведь падали целые стены И бетон под ногами дрожал Там не брали ребятушки пленных Просто нигде их было держать Там пять дней под камнями кричали И растаяло солнце в пыли Там солдаты не гибли случайно Там случайно лишь выжить могли Вот такая вот песня Мне ж давали на двести А осталось их вместе Двадцать, мать-перемать И тут какие секреты Соль, тушенка, калеты И куда мне все это После пыл одевать Мы его на девятое мая Стали грамотою награждать Мол, Михалыч, мы вас уважаем Вы для нас настоящий солдат Он ответил Ребята, не надо Я от чистого сердца прошу После этого вот Сталинграда Я наград никаких не ношу На гармошке полночи фикарил Он за роту в три тысячи солдат Николай наш, Михалыч Зимарин Моей юности суперзвезда На гармошке полночи фикарил Он за роту в три тысячи солдат Николай наш, Михалыч Зимарин Старый школьный учитель труда Старый школьный учитель труда Эх, ребята, ребята Вы же учитесь в пятом Вам ведь тоже в солдаты Где без слов под приказ Ты воюй так, как можешь Но не дай тебе, Боже Чтобы было похоже Как все было у нас Как все было у нас Громко очень, нет? Ребята Нормально, нормально Еще одна дата Которая мне резанула душу Буквально наотмашь ножом Мы привыкли уже к тому Что у нас в стране Происходят всякие ужасные вещи И мы к ним привыкли, к сожалению Наша страна сейчас занимает 136 место По продолжительности жизни Знаете, сколько у нас сейчас продолжительности жизни? Официально У женщин 36 лет У мужчин 34,5 Вот так вот Это из интернета Официальная статистика То есть Кричать караул Не надо То, что мы сейчас делаем С вами То, что мы вспоминаем Свою историю Я считаю, что это гораздо важнее Чем крики Вот эти все призывы какие-то И так далее Просто надо понимать Кто мы, где мы И где мы находимся сейчас Вот И в этой связи 1 марта 2000 года Это совершенно фантастическая дата 1 марта 2000 года Кто знает, что было в этот день? Поднимите руку, пожалуйста Помните, да? Ну да Это было два дня Спасибо 1 марта 2000 года 6-я рота десантной дивизии Из Пскова Приняла бой В Чечне С превосходящими силами противника Несмотря на Организацию Района Там находились Наши Войска Достаточно много Несмотря на наличие Актерийской поддержки И всего остального Рота вела бой В одиночку Ей был послан взвод На помощь Который был расстрелян На подходе Из всего взвода Осталось два человека И вот эти 84 человека 86 их было Всего 84 были Ушли На небо Строим Вот Вот эти 84 человека Я честно скажу По непонятным для меня причинам В наше безумное Блядское время Когда все продается Вроде бы и все покупается Кажется На самом деле это не так На самом деле доказали Ценой Самой дорогой ценой Которой только можно Значит Что Россия продолжает Оставаться Великим государством И Вот То что они сделали Это Невозможно Переоценить У нас Раньше было много Патриотических Всяких слов Влагов Там Александр Матросов Зоя Космодемьянская Мы все это изучали В школе А сейчас этого нет Вообще Вот Я сейчас говорил В начале Что В газете Союз десантников России Крайне свою Написал Статью Что У нас сейчас Государство Поддерживает Так называемые Правозащитные Организации Выделяем по Несколько миллионов Рублей в год А Союз десантников России Который каждый день Этим занимается Тем что Собирает деньги И конкретным Вдовам Конкретных Пацанов Эти деньги Присылает Вот Не выделяется Ни копейки Вообще Вообще Вот То есть И вот Я считаю Что 1 марта Это конечно Еще одна Красная Черно-красная Дата Которую Должен Каждый Нормальный Россиянин Помнить И Как-то Это дело Отмечать Давайте Встанем Ребят На секундочку Спасибо Садитесь Пожалуйста Я очень много Говорю Поэтому Мало Неправильно Это 6 рота И Союз Десантников Провел 1 марта По этому поводу Траурное мероприятие 1 марта В гостинице Салют Которое Мне Пришлось Вести Ну Сами понимаете Это было мероприятие На уровне На грани Жизни и смерти Потому что Когда вот Перед тобой Сидят Мамки Этих Пацанов И родственники Это совершенно Все по-другому Воспринимается Это уже Не крики За родину За Сталина А это уже То что через Это же все Наша с вами Жизнь сегодняшняя Они расплатились За нас За всю Нашу Глупость И трусость С нелегкой Темой Кавказ В традициях Армии Русской Себя Не стараясь Спасти Обоя Заполнивши Чашу Ценой Такой Заплатив За гордость За нашу И вашу В своей Необычной Страны Веселой Ее Молодежи Такие Живут Пацаны На всех Одногодков Похожие Они Словно Добрая Весть Пролитая Божьей Силой Что живы И доблесть И честь В коммерческой Этой России Продолжен Продолжен Уродливых всех и красивых Кто будет копить барахло Кто будет размахивать ксивой Кто будет под юбкой косить И класть на все это с пробором А кто-то, Господь их спаси Россию спасет от позора Из зоны русской войны В истории нашей страны Звенит словно рубль неразменный И все не теряет цены И держит, и не отпускает Под снегом, жарой и дождем И Псковская рота шагает Своей дорогой идет И Псковская рота шагает Своей дорогой идет Придумал же кто-то Такую работу Что целая рота Ушла как один Спасибо Шестая вечная рота Гордимся и помним Живем, победим Поем, победим Я извиняюсь Это очень просто Понимаете Ему-то легче У него 36 лет уже пацанам А у меня дочке 25 лет Я на фотки смотрю Там такие же пацаны Вот эти сопливые Которые означают Кошмар вообще Ну и, дорогие друзья Как говорили мы Выше Вот еще один праздник Это Вы еще живы? Нет, я вас не замордовал Александр Иванович Покрышкин Я про него уже много рассказывал Потрясающий совершенно человек Вот, ребят, помоложе Кто, знаете На самом деле Я в детстве читал Много разных художественных литератур А сейчас читаю только историю Потому что Человеческая история Гораздо интереснее Чем вся Вот эти все Акунины И Маринины Вместе взятые Потому что Им в жизни никогда не придет Тех вещей Которые происходят В обычной жизни Вот И вот я когда читал Биографию Александра Ивановича Это просто фантастика То есть Человек родился в Новосибирске Черт знает где В бедной семье Как обычно Вот Хорошо учился Единственное Что у него было Он все время Очень хорошо учился Ну да Вот И он пошел потом Хотел очень летать Его взяли В техническое училище Сказали Что он до летчика Не дотягивает И вот он в этом Техническом училище С отличием отучился И за 17 дней Ребят За 17 дней Прошел программу Трехгодичную Авиационно-летного училища Вот То есть Человек так Был на это дело Нацелен Вот Сдал Все И его приняли Значит В строевую часть После этого 22 июня Он был там На западной границе Аэродром их разбомбили Вот И 22 июня Александр Иванович Он никогда не лез Он не делал из себя героя Он был просто пахарем Вот как Николаевич Вот как большинство людей Которые здесь сидят То есть он просто работал Просто выполнял свои задачи И старался их сделать хорошо Красиво Вот В первый же день Он взлетел Увидел незнакомые самолеты Пристроился Сбил один самолет И обстрелял второй самолет Во втором самолете летел Командиром второго самолета Летел лейтенант Пстыга Который был потом маршалом ПВО И он в своих воспоминаниях Это дело описал потом То есть первый сбитый самолет Александр Иванович Был самолет Су-2 Секретный самолет Который никто не знал Как выглядит Вот Ну да Ну и дальше Он воевал на самолетах МиГ-1 Был такой самолет Новый Значит Который У него был очень мощный двигатель Он хорошо летал на большой высоте На маленькой высоте Летал не очень хорошо Но даже на этом самолете Александр Иванович сбил Несколько самолетов противника Вот А потом Пересел на Аэрокобру Который специально Значит Ну как специально Гнали через Через Да Он прилетел вместе с полком в Иран Они приняли эти Кобры И начали Уже В первый же день После того Как он прилетел на линию фронта Со своим С этой Кобры Он полетел Полетать ее на ней И сбил Это самое Мессершмитт Вот И дальше Он очень внимательно изучал Тактику немцев Он очень внимательно изучал Свою тактику Которую хорошо знал Писал постоянно Аэропорта наверх Его из-за этого гнобили Вот Ему не давали летать Он хотел обучать своих летчиков Вот этим тактическим приемом Вот А говорили Нет Наша тактика самая лучшая Иди ты нафиг Вот летай Как тебе говорят И все Он говорил Нифига Нас сбивают Поэтому надо летать по-другому И в конце концов Он победил Его поставили командиром полка После войны После войны Командовал ПВО Вот И еще одна замечательная вещь Которую он делал Он был руководителем ДУСАФа Нашего советского Длительное время Вот Ну а как он летал Я говорил уже Рассказывал Что у него официально Там То ли 59 То ли 62 Самолета Но сколько он сбил Самолет на самом деле Никто не знает Потому что Очень жесткий был Система подсчета В советских ВВС Вот И надо было показания Фотопулемета Которые не на всех самолетах стояли Плюс показания Наземных Сухопутных этих Солдат и офицеров Что вот Сбили Упал И этот Вот этот Его сбил Вот Поэтому Александр Иванович Покрышник Обычный между всеми прочими В новосибирской жизни нашей В семье фабричного Рабочего Жил паренек Что звался Саша Вновь срывалась душа летящая Впитавший главные слова Призвание жизни настоящее Летать, бороться, избивать Эпохи краской разукрашена С водой пришедшие и хлебом Та боевая сила Сашина Умение быть всех лучше в небе Признание интернациональное Ему присвоил летный лют Слова в эфире поминальные Покрышник, ахунг, интерлюфт Мол, давай не зевай, ребятишки И тевтонской груди головой Александр Иванович Покрышник Лег сегодня на курс боевой Рукою вражеской упущенный На нас летели асов стаи А он в бою сбивал ведущего Того, кто лучше всех летает А он немножко выше среднего Красивый и простой, добрый Валил размашиста переднего Своей безжалостною коброй На самолете из Америки Он в небе делал все, что смог И если в Бога мы бы верили Сказали, он летал, как Бог После будут написаны книжки От людей им спасенной земли Александр Иванович Покрышкин Он небесных высот властелин Путь боевой в сражениях выкован Гвардейской лентой разукрашен И слава летчика великого Звенит струной в победных маршах Сверкает золотыми нитями Над ширью родины полей Вот в марте главное событие Его 100-летний юбилей Мол, давай не зевай, ребятишки Ты российской крути головой Александр Иванович Покрышкин Это друг наш проверенный свой Александр Иванович Покрышкин Лег сегодня на курс боевой Дорогие наши дамы Все готовы вас всегда целовать и обнимать Вашу дочь и вашу мать Постоянно днем и ночью мы вас любим очень-очень И зимой в день весны Без халтур и выходных Мы любить вас будем вечно Если вы для нас, конечно, будете вязать и шить И варенье телепить Мыть, готовить и стирать Пыликать и вытирать Я не быстро говорю А еще при том, при этом Быть причесанной, одетой Ногти красить на руках Быть котетивой слегка Вылить, как королевы Но не бегать, чтобы налево А чтобы сгорали тоски Все вокруг мужики Ну с работы нас встречать Телевизор нам включать Надо шладкой песни петь На науку не храпеть Быть готовой в трудный час Защитить себя и нас После боя, чтобы любой Мужа донести домой И придя на край земли Утречком похмелеть А за это так и быть Будем мы вас всех любить Мужчины стоя, женщины до дна За самых надежных За самых ласковых За самых крепких духом За женщин России Товарищи, товарищи, солдаты Офицеры, генералы и маршалы Встаем и выпиваем За наших женщин Два коротких, третьей длинной Ура! Три, четыре Ура! 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 Молодцы Вот Девчонки А сейчас я специально Включил красоту такую На голос Чтобы вам было красиво Восьмой марта Две женщины стоят Разговаривают Она говорит другой Слушай, муж твой Мишка как хорошо выглядит Чем ты его кормишь? Он говорит Не знаю, что сами и нем То и ему даем Живущих мелко Бестолково И не строго Все по течению привыкших Больше плыть Нас любят женщины И братцы, слава Богу Что кто-то есть Кому нас хочется Любить Как редко радуем мы Чем-нибудь хорошим Мы наших ангелов Небесных Наших жен Они живут воспоминаниями О прошлом Муж слишком сильно Настоящим окружен Он все торопится Спешит куда-то вечно И если есть, конечно, Бог Так пусть вас даст Как вас не каснет Эта тоненькая свечка Любви и веры В непутевых Жутко нас Как часто мы ее Все колебали пламя А настроение плохого Полосе Как часто от нее Мы занимались сами Под злыми ветрами Угаснувши совсем Заботы важные Наш дакон мотали Стирая до крови И раня глубоко Мы вновь потерянные силы Обретали Под вашей теплой Внимательной рукой Ножи коварные И выстрелы шальные Самих себя Мы с вами сможем Превозмочь Спасибо женщины Спасибо вам родных Спасибо мать, жена, сестра Подруга, дочь Живущих мелко Бестолково И не строго Все по течению Привыкших Больше плыть Нас любят женщины И братцы Слава Богу Что кто-то есть Кому нас хочется любить Что кто-то есть Кому нас хочется любить Что кто-то есть Кому нас хочется любить И сразу же Я хотел такой трептик спеть И сразу же песня, которая была написана По рассказам Мне повезло несколько раз в жизни Я встречался с настоящими живыми людьми Которые по-настоящему воевали Не для понтов, а для того, чтобы выполнить боевую задачу И остаться живыми И вот Два года назад В музее Советской Армии Была акция Посвященная Снятию блокады С города Ленинграда И там были совершенно потрясающие Питерские тетки С которыми я полчаса посидел Они мне порассказывали немножко Которые воевали Одна воевала на Бомбардировщиках У-2 Вторая воевала снайпером И три воевали санитарками Конечно, Николаевич Это фантастика Это вся вот эта вот Я подхожу развала Там всякие там Научная военная фантастика Там как Что-то такое там Где-то происходит Вот то, что они рассказывали Это вообще Такого Ну Плюс они красивые женщины Они мне показывали фотографии Своих мужиков Просто фантастика Тоже там Все эти шварценеги Рядом не стояли А судьбы женщин на войне И тут особенно непросто Между двух сжигающих огней Меж сил неистового роста От ненависти до любви Хотя любовь с войной не дружит Есть зов природы, зов крови И есть приказ Что цель услужит На фронте просто мужиком Простым, бесхитростным и смелым Они ведь вечно с матерком И с шуточками беспредела Они в атаку и ура Им наплевать на солнце пятна А ты и мать им и сестра А ты их раненых обратно Терпи, родименький, терпи А он хрипит пробитой глоткой И то ли умер, то ли спит От полстакана теплой водки А ты за пульс его держа Глядишь на вату небосвода А ведь тебе еще ж рожай Наверное, через полгода Ведь ты же им еще жена Вернее, ему, отцу герою Пускай вздыхает старшина Вот девке черт жизнь устроил Он был красавец и герой Да не вернулся из разведки Все ново и как мир старо Такие вот дела конфетки Над головой твоей кружит Свинцовая, стальная вьюга Держись, родимая, держись Сестра и мама и подруга Старуху злобную с косой Ты в сотый раз перехитрила И пряткой легшей на весок Надежды в душу нам вселила Снайперши, летчицы и санитарки Болью с любовью, войною Повенчаны на деньки клавочки Люси Тамарки Русские женщины Русские женщины Наденьки клавочки Люси Тамарки Русские женщины Русские женщины А, ну Ну Собственно Любовь Ужасное создание Своей улыбкой кривой Крушит основы мироздания Как рэмбо камни головой Напротив Нас все ставят галки В общем, короче, минуэт Я заканчиваю эту женскую тему Па-па-па-пайра Па-па-па-пайра Па-па-па-па-пайра Па-па-па-пайра Па-па-па-пайра Па-па-па-па-па-па Любовь живет На поле мира Под звезд полуночный гобой Побрал бы, черт, твою квартиру Когда б я не был в ней с тобой Любовь сидит В стеклянной банке Где тесновато, но тепло И смотрит девочкой Засранка Свой нос расплющив по стекло Любовь тарит свои дороги В неприспособленных местах Она лежит, раскинув ноги И совесть позабыв и страх Напротив нас Все ставит галки В графе с названием дураки И целый день бросает палки Играя нами в городки Па-па-па-пайра Па-па-пайра Па-па-па-па-па Па-па-пайра Па-па-пайра Па-па-па-пай-ба-бам Любовь всегда необъяснима Проста, везуча и смела И отпускает жертву с миром Лишь если в пропасть завела Так я прошу Мне очень надо И душу заражать и плоть Ее веселым легким ядом Мне дай Господь, мне дай Господь 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 Хлупая Па-па-па-пайра Па-па-пайра Па-па-па-пай-ба-ба Па-па-па-пайра Па-па-па-пай-ба-ба Па-па-па-пай-ба-бам еще одна дата я уже говорил о ней но этого человека здесь не было дорогие друзья еще одна дата это дима 32 годовщина 34 173 спн 33 годовщина дорогие друзья 29 февраля исполнилось 33 года 173 отряду специального назначения 22 отдельные бригады спецназ груга шар кто кто услышал что я помашите рукой понятно вот дорогие друзья это замечательные люди с которым я встретился некоторые жить людей здесь присутствует вот с которыми я встретился некоторое время назад и горжусь собственно говоря своей дружбой с ними потому что вот потому что это настоящие люди настоящие мужики очень интеллигентные очень спокойны мало пьющие практически не курящие дима что еще не на что еще хорошего права сказать ну в общем и так далее в общем все все как у людей у них ну а поскольку мы женской теме переходим соскать его вот одна из жен этих достойных людей которых сожалению нет сейчас ее уже в жизнь в живых этой женщины она написала стихотворение про своего мужа они пусть не познакомились в афганистане вот товарищ ходил забивал караваны она его ждала звание медсестры медсестры она значит занималась тем что принимала раненых вот и вот настоящие стихи настоящего человека который марина ельчинская тебе досталось жизни воевать а мне лечить дымящиеся раны кому же как не мне тебя понять легко ли достаются караваны твой орден надо водкой обмывать мне кровь мерещится в его эмали кому же как не мне тебя понять что легче юбилейные медали кружат вертолеты над нашей медротой и пыль и пыль поднимают винты в них груз есть двухсотый и раненый кто-то я плачу и верю любимый не ты ты друга стал под пулями спасать а он не смог сопротивляться ранам кому же как не мне тебя понять легко листок гранитным капитаном нам не придется через годы объяснять того что будет вечно памятью живую теперь попробуй ты меня понять легко ли быть твоей женой теперь попробуй ты меня понять легко ли быть на войне твоей женой кружат вертолеты над нашей медротой и пыль поднимают винты в них груз есть двухсотый и раненый кто-то я плачу и верю любимый не ты любимый не ты бежали прыгали летели вставали падали ползли часы тянулись как недели секунды тлили словно дни вперед и вверх вела дорога через афган через кавказ вот моего названия бога его величество спецназ вот ребят то что показывают по телевизору этих всех западных этих самых это вот дети маленькие по сравнению с теми настоящими мужиками которые воевали в афганистане которых выбрасывали за 200 300 километров от пункта постоянной дислокации и которые не проиграли ни одной войны потому что как один из этих товарищей сказал что когда когда он увидел по телевизору снаряжение американского десантника коврики сухие пайки аптечки и немножко патронов он долго матерился а потом сказал что у нас ведь было все наоборот нас было много-много патронов и немножко еды вот потому что главная задача была не вне кушать боевых другими делами заниматься вот и а фамилия этого товарища была теревердеев кстати говоря вы может быть слышали такой фамилию карета ревердеев не слышали но люди постарше знают это народный артист народный композитор советского союза человек который мог позвонить в любое время генеральному секторю леонида личу брешнева попросить чтобы у сына оставили где-нибудь в арбатском военном округе вот но этого не делал и поэтому карен михаилович бегал высунув язык поджав хвост афганских горам вместе со своими бойцами и забивал караваны точно так же как все остальные нормальные люди вот и в общем 173 в спн дима почетливого жуха моя любимая песня а извините нужно похвастаюсь я говорю меня там много детей и старшая дочка у нее был значит друг они там у них свиданка такая интересная когда сидит один мужчин мальчик и девочка у каждого свой ноутбук и перед каждым стоит стакан с коктейлем и они в ноутбуках что-то на клавишах набирают они сидят за одним столиком я говорю а вы так не можете рассказать не гаднет мы так не можем нам надо вот вот так вот и в общем это у них всегда не такой да и вот идут и раз вдруг дети мной заинтересовались они говорят слушай говорит папа говорит старший говорит а вот а вот это говорит чье вот это у нее такая игралка и там вы знаете наверное есть такая это самая фантастическая повесть метро метро 2033 да ну там все взорвалось как обычно снаружи все взорвалось и народ живет метро и вот там написано значит они пошли они зашли на станцию третиховская где посередине станции горел костер сидели несколько человек и пели старинную афганскую песню и вот это вот причем в печатном варианте песня старинная афганская песня отсутствует дымит забитый караван ствол остывает перегретый лежит вокруг страна афган которой им сплошное лето а за холмом гудит броня а за холмом гудит броня забрать на базу результаты и так все славно у меня и целы все мои ребята вот история в общем не сложная есть идея и есть результат в жизни нет ничего невозможного если правильно все просчитать в жизни нет ничего невозможного если правильно все просчитать сюжет был грустный мутяно чеченская республика смотреть не хочется но надо в зеленке возле введено колонна наша и засада афгантов наоборот их пули на моем металле да спас дороги поворот и результатом мы не стали вот история тоже не сложная их идея да мой результат пусть у них будет грусть невозможная что сумели не все просчитать пусть у них будет грусть невозможная что сумели не все просчитать на стойке офисов пыли играет солнце отражение и вентилятор шевелит бумажки лопастей движения я покурил и помолчу и жизнь идет и я не старый и память снова подлечу а результат у Кандагара где история вышла не сложная где идея и был результат жаль что мирная жизнь невозможная невозможно в ней все просчитать жаль что мирная жизнь слишком сложная слишком сложно в ней все просчитать дымит забитый караван на стойке офисов пыли сюжет был грустный мукино ну дорогие друзья мое отделение слава богу подходит к концу сейчас у нас будет основная часть которую мы собственно и анонсировали практически сейчас я спою три крайние песни и наступит а и будет перекур дорогие друзья мы хотим сказать что значит у нас здрасте наше продолжение благодаря вашей поддержке наш цикл продолжается вот батальонная разведка как показывают в практике ее даже перепить ее невозможно была есть и будет да и будет ну вот да да все 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 ну хочется приматься к чужой славе вот и еще одно было событие в прошлом году было 65 лет московскому вертолет строительному заводу мне посчастливилось принять в этом мероприятии участия то есть я выяснил что самые крутые вертолеты тоже сделаны в России никакие это не апачи никакие это не сикорские блэкхоти вот а это наш ми-8 и ми-24 самые крутые вертолеты в мире ми-8 сделано около 30 тысяч штук то есть здесь как говорится люди голосуют количеством то есть если вертолет плохой его никто не покупает если вертолет хороший его покупают и производят в большом количестве вот этот самый ми-8 и ми-24 ну а песня поскольку песня посвящается ми-24 вы знаете это боевой вертолет один из самых лучших в мире наверное самый лучший потому что он одновременно может и людей возить и стрелять и бомбить может и все что хочешь вот и до сих пор летает и вот такая вот история тоже как бы с этим самым вертолетом очень громко да? нормально да? а наш пятнистый крокодил в такое место угодил откуда можно очень редко выйти целым и варит сбоку дышака и ручка прыгает в руках и через пыль не видно ничего в прицеле а наш ведомый вот чудак он все летает кое-как все норовит залезть под наших нуров трассы а там внизу мотострелки и много думать не с руки опять забыли позывные папуазы а тут откуда ни возьмись летит граната сверху вниз влепили духи очень грамотно сверхушки и если б капельку точней не быть бы здесь тебе и мне пришел конец бы нашей доблестной вертушке но слава богу пронесло мы помахали им крылом а ну давай в ответ в табло из блока нуров вы извиняйте уж друзья нам не ответить вам нельзя наш экипаж высокой воинской культуры вертолет огневого прикрытия чистит землю надежно от духов вы нам только дымами или трассером обозначьте где зад где вперед плащадное устроит накрытие после нас будет тихо и сухо ну а что там случайно останется пусть пехота потом подотрет а там внизу проснулись друг кричит наушник слышишь друг скорее становитесь круп а то нам опа львее двести дышака вы им подбросьте огонька покуда он нам пол полка не перехлопал ох ты родная мазута мой оператор музыкант сейчас сыграет две руки он духом месу мы как настроенный рояль снимаем с клавиши вуаль и отстаем родной пехоты интересы вертолет огневого прикрытия коммунальная наша квартира лучше бросить красивую девушку чем в бою обороты винда обезмечет сплошное накрытие наш летучий т-34 жаль обшивка в делах героических не во всех сохранится местах а добрый техник наш Кузьмич он произнес красивый спич что он опять всю ночь мне что под дырки вашей прости Кузьмич прости родной империалист всему виной мы сдвинем разом алюминиевые чаши потом примчался БТР мотострелковый офицер … Нас обнимал и долго наливал из фляжки чего слова-то говорить ты вертолет благодари и приложи, браток, ладонь к своей фуражке чего слова-то говорить ты вертолет благодари ты приложи, браток, ладонь к своей фуражке вертолет огневого прикрытия он подобен настроенной лире партитуру с листа незнакомою Отыграли красиво в шесть рук Из любой передряги нас вытянет Наш любимый Ми-24 Дорогой наш, дырявый, единственный Настоящий, проверенный друг Настоящий, проверенный друг Настоящий, проверенный друг Мне очень громко А, это у меня сбилось все Американцы сейчас купили Ми-17 Но это то же самое, 24 вертолета Ми-17 То есть можно, когда им фирма Сикорский спросила А что вы наши вертолеты не покупаете? Они говорят, вы знаете, нам нужно воевать там А не понты развешивать Нам интересны, в 92 году они купили черные арку Вот, на Ну и крайняя песня Дорогие друзья, я эту песню полюбил всей душой После того, как ушел на дембель Когда я служил в российской армии Полковником генерального штаба Я думал, вот я сейчас, значит, уволюсь И буду отдыхать на пенсии Ага, в обе руки называется Вот, выяснилось, что на пенсии Кошмар, как вы жили Вообще до этого я не представляю Как гражданские смогли жить в таком бордаке Вот, когда никому ничего не надо Никто ни за чего не отвечает И сверху президент И кругом Это самое Дорожно-патрульная служба Вот, и машины наши ужасные И дороги Вы знаете, да, что нужно сделать Чтобы российские дороги Стали европейского уровня, да Вы знаете Надо разбомбить Европу Нашей российской авиацией Тогда и наши дороги Станут европейским уровнем Да, и все хотят есть и пить На самом деле полно Завались Вот, и привет, Леха Вот Поэтому, дорогие друзья Крайняя песня Я Пою песню, которую Как бы я хочу выразить Своё уважение Всем, кто сегодня пришел На наш На нашу батальонную разведку Вот Правильная песня Я, конечно Хочу сказать, что Дорогие товарищи военные Если вы думаете По наивности Что после пенсии Наступит рай земной Нифига подобного После пенсии Самое счастье только начинается Когда ты со своим умением Забивать караваны Или какие-нибудь другие вещи Делать замечательные Попадаешь Попадаешь в нашу Замечательную действительность Он ел масло парламент Но в парламент не попал Курил сигареты президент Но до президента тоже было далеко И похоже, что только пиво козило Оставило на нем свой отпечаток И в этом бардаке Я считаю, что очень хорошо Правильно Плюсы Каждый минус Что такое минус? Это плюс, у которого нужно палочку добавить Вертикальную Стоячую палочку Если есть стоячая палочка в наличии Значит минусы превратятся в плюсы Да Вот Значит Что вот один из плюсов Того, что сделал господин Табуреткин Это он Выгнал из армии Много Работоспособных Значит Товарищей Которые сейчас Органично влились В В В В В В В В В Точнее В наше бытие Вот И не потеряв своей стойкости военной Они это бытие Я думаю Какое-то время будут еще скреплять И удерживать Это сползание Расползание И всех остальных Негативных процессов Происходящих В бытие Такого типа Как в России Ну ладно Я извиняюсь Очень много говорю Дымит забитый караван Есть результат И нет Двухсотых Последний Сегодня подарил Афган Удачи Боевой высоты А тут По радио Приказ Вперед Во что бы то ни стало В двух километрах Возле нас В засаду Мазута попало Мы взяли Схрон Где был их штаб Это уже Чечня И винторез Чирикал птицы И пленный Связанный Араб Вдруг стал По-русски Материца А через день У камышей Где мостик Через речку Зыбкий Мне пулей Мне руку Пулями Прошил Мальчишка Срочник По ошибке Пусть блестят Награды Гордо на груди Жизнь Мальчишка Пусть блестят Срочник Награды Вставай и выходи с вещами В подъезде диллер и шприцы Бандит в костюме на районе О жизни как связать концы И академик не догонит Ну-ка капитализма крах Конечно, гембель неизбежен Нам было проще в тех горах Где были враг и воздух свежий Летят года, бегут дожди И точит ржа стволы, орудий Команды, вольно разойдись Для вас, товарищей, не будет Идут снега, текут дожди И точит ржа стволы, орудий Команды, вольно разойдись Для тебя, 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 тебя Для тебя, товарищей, не будет Все А, нет, сейчас вот Хочется спеть что-то молодежное У меня единственная молодежная песня есть Которая называется Витек Я постараюсь ее не орать Сумасшедший Да, но песня просто красивая Черно-белые фото Броня и стволы И людей загорелые лица Там мы были с тобой Там остались целы Там есть то, чем мы можем гордиться Мы в сотях особо не знали идей Нам бы выжить, а после напиться Только помнят о нас, брат, сегодня везде Этим тоже мы можем гордиться Нас особо не сильно любила страна Черный хлеб Да побольше горчицы Но за вещи, где наши с тобой имена Она может сегодня гордиться Не очень громко, нет? А Витек возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала душманской луны И от зла, что приходит само От старлея, что классный мужик Да как выпьет, так мать твою так От привычек, которыми жил На войне без которых никак А Витек возвращался с войны До домашнего вкусу венца К байкам деда, к ЭВ старшины И афганским рассказам отца Эти вот боевые слова После ботки сплошные бои Ну давай-ка, сынок, наливай Да добавь к нашим байкам свои А что пил, да что пил Как стрелял, как водил С кем на марше потел С кем в разрядку ходил Как воюют свои Как дерутся враги Много битв предстоит Господь помоги, эй, крепко локти Поставив на стол И счастливый, что целый, живой Говорил он про это, брат Он рассказывал много всего Он не пил, он летел над землей Над гудящими шпалами лет Он был ветром и был кораблем Он был вместе и батя и дед Это общая наша судьба Это наша единая суть Всем подряд надавать по зубам Ну а сами потом как-нибудь Что Калашников, что ППШ Может и не об этом ведь речь Так устроена наша душа Ни врага, ни себя не беречь Вышел он покурить на крыльцо А над домом стояла звезда Говорила, ха-ха, ты был молодцом Но с войны не придешь никогда Пусть еще молоко на губах Пусть гудят верстовые столбы Это общая наша судьба От рождения солдатами быть Этой жизни завернутый круг Он уходит в другие века Лучше этой работы, мой друг Нет на родине нашей пока И пускай будет нечем стрелять Даже нечем пускай закузить Научила родная земля Не умеем пощады просить Эх kg А Витек возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала душманской луны И от зла, что приходит само От старлея, что классный мужик Там в бою не берегся чудак От привычек, которыми жил, на войне без которых никак, на войне без которых никак, и в Москве без которых никак! Обалдеть, спасибо. Подходит красивая и хрупкая девушка и просит спеть песню про танковую атаку, значит у девушки правильной ориентации, дорогие друзья, если из всех песен она выбрала песню про танковую атаку, вообще песня написана в стиле Hard and Heavy, конечно, танки только такие могут быть. Грумко, да? Нормально, да? Это еще и песня такая. Еще и песня кошмарная такая, да. Бригады прорывов, танки КВ, танки ИС. Боевое отделение танка ИС не позволяло посадить механика водителя ростом выше 160 сантиметров. А усилие на рычаге танки ИС было 130 килограммов. То есть, чтобы машину повернуть, нужно 130 килограммов одной рукой подвинуть. А рост не выше 160 сантиметров. А вес снаряда, снаряд раздельный у ИСа был, 122 килограмма. 48 килограммов снаряд и 32 килограмма заряд. Боеукладка, 28 таких выстрелов было. Мало. Поэтому они сзади, когда шли в атаку, еще пару ящиков приторачивали моторному отделению. Вот. То есть, заряжающий должен был сначала 32 килограмма, 45 килограммов затянуть и его туда запихать. А потом еще 32 килограмма. После этого закрывался затвор и все это дело, значит, наводилось куда-то. Потом танк останавливался, 130 килограммов на себя, двумя руками. Потому что два фрикциона надо было на себя. Танк останавливался, происходил выстрел. И танк шел вперед. Танковая атака. Какой Жан-Клод Ван Дамм. Слушайте, это все дети грудные по сравнению с нашими предками. Которые вот это все... Самая лучшая армия мира была Вермахт. Которая воевала с 9 и до 6. Кушала завтрак, обед и ужин. Все четко. Потому что вся Европа на них работала. Понимаете? А у нас жрать было нечего. Питались американской тушенкой. Вот. И вот это вот... То есть вся Европа воевала опять против всей России. В Европе 400 миллионов человек жило. А в России 180. В СССР. Причем за первые три месяца 100 миллионов попали под эту Европу опять. Вот. То есть вся Великая Отечественная война. Это Гарри Поттер, который отдыхает рядом и не лежал. По уровню фантастичности событий. То есть когда приходят умные, сильные, здоровые. Которые все знают. У которых все нормально. Все настроено. Все. Завтрак, обед и ужин. Там молоко. Там и все-все-все. Шампунь был уже у немцев. Понимаете? Туалетная бумага. Туалетная бумага. Туалетная бумага, да. А у нас... Да. Все остальное. И все. Ну ладно. И наши победили. Красная ракета и до пола газ. Мы не видим света. Свет не видит нас. В триплексах летает небо и стерня. Ну давай, родная, вывози меня. А в прицеле скачет прямо над стволом. Ближняя задача. Роща за селом. Нам проехать шутка. Полторы версты. Только в промежутке на броне кресты. Кто второй, кто первый. Все не для меня. Ты и снаряд-пантеры. Выдержи броня. Пусть поможет либо дьявол, либо бог. Чтоб под их калибры. Не подставить. Бог несет нам в лица. Ветер встречный. Калибры вражеских стволов. Мы будем жить легко и вечно. Нам только пэта взять село. Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол. Ну давай, ребята, загаси его. Все равно, какой мне там в прицеле зверь. Выстрел бронебойный разберет теперь. Хруст немецкой пушки сломанных костей. Цифры на вертушке счетчик скоростей. Ты давай, зараза, в рычаги играй. Только ногу с газа, брат, не убирай. Мы удаления пора ставим. А скорость ноты разберет. И тридцать тонн уральской стали. Летит вперед, летит вперед. Растеры снарядов, огненный клубок. Вот кому-то рядом залепили в бок. Полыхнула разом вниз со свеча. Мы за вас, ребята, валим сейчас. Тишина запела звонами в ушах. Но еще летела на броне душа. На небе куаши господа купель. Вся бригада наша, пять машин теперь. А когда затихли взрывы и стрельба. И горела тихо ближняя изба. А над черной сушью выжженной травой Тихо плыли души мертвых и живых. А в облаках текут гуаши. А над рекой полос коржи. И это поле снова наше. И мы с тобой смогли дожить. И это поле снова наше. И мы с тобой смогли дожить.